В Москве и области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий лично проверил соблюдение масочного режима в общественном транспорте. А на каждом автобусе объявление «Вход без маски запрещен. Лучше надеть и перчатки». Несмотря на это, многие пассажиры игнорируют требования Роспотребнадзора. А сейчас почему без маски? Не знаю, забыла, наверное. А как вы пойдете в транспорт? Сейчас куплю в аптеке. А вы сейчас почему без масок? Ну, мы по улице шли. Чего маски носить? Маску ношу, витамины пью. Вот. Перчатки тоже, разумеется. А сейчас почему без маски? Сейчас это с собой. Я просто кушала только что. Расслабляться рано. Число заболевших вирусом COVID-19 растет. А возраст больных молодеет. Рассадник вируса – места с большим скоплением людей. Электропоезд – самый востребованный транспорт в московском регионе. Электричками часто пользуетесь? Я не знаю. Редко? Как вам масочный режим? Меликолепно. Я медработник. Ну, тогда вы еще знаете, да? Резкий рост. Да. Резкий. В то же время инспекторским составом территориального отдела номер 15 государственного технадзора проводятся профилактические мероприятия, направленные на побуждение граждан к ношению масок. Маска и перчатки – физическая преграда на пути вируса. Причем нужно надевать их непосредственно перед входом в помещение или транспорт. Люди, уже переболевшие коронавирусом, как никто другой, понимают, что средства индивидуальной защиты просто необходимы. Обязательно везде. Не только в транспорте. Я считаю, спасают. Конечно, потому что я болела, я собираюсь сделать прививку. Вакцина у нас есть. У нас сегодня развернуты во всех поликлиниках вакцинация. Мы в торговых центрах, МВЦ, в других учреждениях. У нас сегодня минимум 24 точки, где можно вакцинироваться. Если есть коллектив или СНТ, делают заявку, то мы туда отправляем мобильную бригаду, где мобильная бригада вакцинирует на месте. Стоит помнить, медицинские маски, перчатки – вещи одноразовые. После двух часов защиты их нужно утилизировать. Многоразовые средства защиты лучше выбирать из хлопка. После использования – постирать.